Сегодня у многих краинах света означается Международный день обороны детей. Беларусь у их лику. Цветочные мероприемства целком присвечены маленьким гражданам. На Гомельщине с этой нагодой организовали фестиваль поветренных змеев, детячую гонку на велосипедах по пересеченной мясцовости, свято молока, концерты в каждом районе, выставы и флеш-мобы. Наша здымочная бригада зазернула на многие из них. Подробностей в сюжете Евгении Кухаронак. Первый день лета нагадывает нам про то, что детям необходим наш клопот. Международное свято засновали в 1949 году в Париже. Такое решение вынес Конгресс Международной Демократичной Федерации Жанчин с докладным означением «Деля обороны життя, здоровья и права у детей». Первый раз свято означали в наступном, в 1950 году. Сегодня у расчистости проходит больше, чем у 60 краинах света и Беларусь у их лику. У центра уваги кожной святочной падеи – дети и их здоровье, а малюсе мероприемства на свежем поветре. Мы увидели про мероприятие в интернете, взяли ребенка и пошли. Вот сейчас бегаем со змеем. Змея мы нашли здесь же, потому что своего мы забыли дома. Нам тут выдали как бы, и вот мы с этим змеем отлично проводим время. Нужно немного бегать, потом, когда он будет высоко, ждать и как-то им регулировать. Фестиваль поветренных змеев собрал свыше 100 удельников. Это были как семейные экипажи, так и из центра техничной творчести. В составе каждого – пилот и помощник. Некоторые до фестиваля старательно рыхтавался, другие завитали выпадково. Однако по количеству однажды у снятых у неба змеев можно было докладно отказать, что фестиваль в очередной раз удался. Нам тем часом стало цикаво доведаться у детей, от чего и кого их необходимо оборонять. С пытанием мы пошли на самую шматлюдную святочную плясовку Гомеля, до лядового палаца. От всякой беды, от торната, от незнакомцев, от солнечного удара. И еще некольки парад и пожадания у дорослым с вуз на у детей. Надо детей защищать и уважать. Пускай никакие дети не попадали в никакие беды хорошего праздника и хороших каникул. Как раз об безпеце рассказали самые разностранные гульневые зоны, организованные областным управлением МНС и городским отделом по надзвучайных ситуациях. В рамках проведения акции «Не оставляйте детей одних» мы проводим фестиваль, можно сказать, праздник безопасности, на котором и родители, дети обучаются безопасности, основами безопасности жизнедеятельности и, соответственно, могут применить свои знания на практике. Они получают ценные подарки, призы. За правильные отказы, выконание заданий, уперемогу в гульнях дети отримовали жетоны, которые затем обменивали на подарунки эти забавы. Разом с воротовальниками свои плясовки разгорнули правооховники, простонники громадских организаций и предприемств. В иншем кодку проводился «Милкфест». На имуще конкурсы были непосредственно связаны с молочной продукцией и навод и айе выробом. «Папа! Папа! 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 Папа!» У першиню у Гомеля проходила и детяшая «Велосвято». Организаторами выступили громадское объединение «Велогомель» и ведомая сетка веломагазинов. И они организовали гонку на пересеченной мясцовости для юных аматоров велосипедного спорта. Участников очень много. Это дети от 2 до 17 лет. Все расписано по времени. Сразу же каждая категория выявляются победители. Проходят награждения, медали, ценные подарки, сертификаты. Все очень весело и замечательно. По мнению областного управления спорта и туризма, этот праздник может стать ежегодным. Международный день обороны детей – это в первую очередь напоминал нам, дорослым, обвелизарной отказности за детей, их жизнь и здоровье. Наш обвязок – забезпечить детям комфортные умовы для развития, дать мягчимость реализовать таленты и прикласти все намагания, чтобы дети были счастливыми. Евгения Кухаронак, Василия Сипцов, телерадио «Компания ОГОМЕЛЬ».